Дети пошли в школу. Всегда эта тема номер один. 1 сентября вызывала много вопросов, а в условиях угрозы распространения пандемии подавно. Как будут учиться дети? Как обеспечена их безопасность? Что делать в условиях карантина? Как все принимаемые меры отразятся на образовании ребенка? На все эти вопросы уже неоднократно отвечали и санитарные врачи, и руководители департамента образования, и министерства соответствующего. Тем не менее, многие родители ждут разъяснений, соответствующих законам и нормативным актам, и не понимают, почему в разных школах разное правило. Попробуем ответить. Во-первых, многие родители слышали, что в классах должно быть не более 25 учеников, и не понимают, почему в подавляющем большинстве, например, московских школ учеников более 30, а то и почти 40 бывает. Надо сказать, что ранее типовым положением в образовательном учреждении, еще от 2001 года, принятое при правительстве Касьянова, имелось ограничение на не более 25 учеников в классе. Такое же ограничение содержалось в соответствующих санитарных нормах Роспотребнадзора, СанПИН. Однако, надо понимать, что то ограничение не было связано ни с невозможностью учителя нормально учить детей, ни с какой-то инфекцией, которой в 2001 году и в помине не было. Ограничение было законодательно связано исключительно с площадью типовых школ, то есть приходящейся площади на ученика 2,5 квадратных метра. На прошлой неделе министр образования объявил о том, что ограничение на 25 человек в классе было снято, а типовое положение отменено, а Роспотребнадзор изменил соответствующий СанПИН. Требование же 2,5 квадратных метра на одного ученика осталось, и если школа может его обеспечить, то и классы могут содержать большее количество учеников, ничего страшного. В современных московских школах, вот я лично был в аудиториях и в классах, там вообще самолет можно посадить или человек 100 детей. Кроме того, не забываем о ставке на одного учителя, которого может взять на работу школа, а это совсем другие нормативные документы. Может кто не знает, но ставка одного учителя, она существует, если в классе 25 человек, ну это полная ставка. Иными словами, администрация школы может, конечно, разделить класс из 30 человек на 2 по 15, но тогда учителя будут работать на полставки, полный рабочий день, ну и кто на это согласится. Что касается площади классов, то тут школы идут на хитрости, вполне законные. Например, если класс английского языка не предназначен для фронтальных занятий большого количества учеников, то класс делится на группы, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс. Это на усмотрение школьной администрации и совершенно законно. И вот еще что главное. Ну, некоторые родители обеспокоены качеством образования, раз законом образования и конституция говорят о качестве учебного процесса и праве на качественное образование. Соответственно, просто зачастую вопрос качества понимается родителями из своего опыта и представлений. Многим кажется, что обеспечить качество можно только, если учитель индивидуально подходит каждому ученику, ну и значит, чем меньше учеников в классе, тем качественное образование даст учитель. Совсем забывают, что школа может обеспечить качественное потоковое, а не только классное обучение. Что практикуется в старших классах, например, института, где в аудитории находится и 100, и 300 обучающихся. Это все на усмотрение администрации школы. Ну и это тоже законно. Например, некоторые старшие классы, выбравшие одну специализацию, приходится объединять в поток, чтобы дети могли, например, получить вместо обычного учителя по информатике какого-нибудь признанного гения в этой сфере из крупной IT-компании. Попасть на лекцию или мастер-класс такого специалиста разве не лучше, чем простой учитель будет индивидуально читать учебник меньшему количеству учеников? Как высказался недавно министр образования одного российского региона, уже давно доказано, что количество детей в классах не является фактором, определяющим уровень образования ученика. Если родители обеспокоены количеством учеников в классе, они могут выбрать для ребенка другую школу. Так вот, как раз что касается перевода детей в ту школу, где родителям кажется будет лучше. Ну там либо детей меньше в классах, либо школа ближе или еще по какой-то причине. Часто этот вопрос встает у разведенных родителей, когда дети, например, проживают с мамой, а папа хочет, чтобы чадо училось рядом с ним в какой-нибудь школе получше, в элитной школе, например. Так вот, в соответствии со статьями 34 и 44 федерального закона об образовании, право на выбор школы предоставляется родителям несовершеннолетнего с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолога медико-педагогической комиссии, ну если такова есть. Так что совет родителям, проживающим отдельно друг от друга, чтобы не было споров, когда вы оформляете развод, не пишите, что спора о детях у нас нет. Ну обычно так делают в судах. Спор завтра возникнет, если вы либо в судебном порядке не определите, с кем проживает ребенок и как родители общаются, и кто имеет приоритетное право на выбор школы. Если вы не закрепите это в нотариальном соглашении о порядке общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. Ну и мамы, запомните, не превращайте своего бывшего супруга в воскресного папу. Закон говорит о том, что родители несут равные права и равные обязанности. Потому если папа хочет видеться с ребенком, то это не только карусели по выходным. Вполне себе отец может отводить или отвозить ребенка в школу и забирать оттуда. Ну а чтобы не было споров в какую школу, как я и сказал, решите этот вопрос до того, как ребенок начнет учиться.